Доброе утро! У нас день начался опять с доставочек. Сегодня приехала вот такая вот большая грузовая машина и привезла нам наш подъемничек. Этот подъемничек установится вот сюда, ножничный подъемничек. Сейчас пока заказали один, дальше ждем второй. Вот такая вот у нас сейчас задача этот гидроборд опустить, выгрузить. Ну и дальше будем примерять подъемник уже по месту, распаковывать. Будем показывать, что за подъемник и как он выглядит. Кирюха, ты доволен? Сейчас все будем устанавливать. Распаковать мы смогли только одну. Вот эту часть, вторую мы не смогли, потому что поднять вдвоем нереально тяжело. Посмотрели схему, как нужно тут располагать подъемник, какие нужно делать под него ямы. В общем, вот разметил сейчас на нашем полу это все. Да, еще раз понятно, что пол пришел в негодность за очень быстрый срок. Я уже об этом говорил, но ничего, нужно вырезать вот такие вот ложбины и опускать вниз 330 миллиметров. Вот такая, в общем, история процесса установки этого подъемника. Расположили вот между колонн. Думаю, будет удобно и там, и там работать. Посмотрим. Почему двухстоечные не ставим? Потому что двухстоечные не помещаются между этими колоннами. А если его располагать туда или туда, то будут мешать колонны как бы для нормальной работы. Соответственно, принято было решение ставить сюда ножничные подъемники. Вот такая вот петрушка. Какой еще хотел сказать плюс по поводу ножничного подъемника. Если мы устанавливаем сюда этот подъемник, он у нас выравнивается с полом. И любой автомобиль можно заниженный, тюнинговый, дропнутый поднимать без всяких личных манипуляций, без подставления каких-то досточек, без ничего. То есть очень легко можно будет поднять любой автомобиль. И вот в комплекте идут еще вот такие резинки. Вот такой они высоты. И если еще ниже такие резинки как бы сделать, то можно будет любой автомобиль точно поднимать. Кстати, в комплекте еще идет вот такая тумба. Это, грубо говоря, блок управления этим подъемником. Включить подъемник, поднять, опустить. Экстренное выключение. Ну, блокировка стопоров. Вот такая вот тумбочка. Еще нужно понимать, куда ее определить. Ну и сейчас нужно заниматься, обдумывать, как опускать этот пол вниз, чтобы делать место для подъемника. Так, наш клуб 370-х Зеток, короче, приезжают уже в ремонт к нам. Сейчас нужно чуть-чуть обслужить эти тачки. Короче, нужно поменять задние колодки, передние тормозные диски, колодки. И еще взяли у Адаптексов проставочки. Сюда еще подкинем проставочки и выдвинем колеса. В общем, сейчас будем играться с этими тачками. Так, господа специалисты, как вы думаете, что на переднем левом колесе тут было не так? Вот ваше мнение, напишите в комментарии. Мне очень интересно узнать, есть ли у меня специалист или нет. Теперь проставочки. Это 20 мм. Будем устанавливать сюда на мордашечку. Ту сторону уже поставили, сейчас правую сторону, и дальше потом сзади. Ну что, тачка уже по-другому смотрится на проставках. Уже как-то намного лучше. А то так настолько были утоплены колеса, что вообще не смотрелось. Короче, вон, как на красном, смотрите, плюс-минус. Вот тут уже по-пацански. Короче, пацаны понимают толк. Правда, клеят разную хуйню вот тут вот такую вот. Ну, ничего, блядь. Вылечим их от этого всего. Я думаю, это излечимо еще. Господа специалисты, смотрите. Тут на Ниссане был установлен меньший диаметр диска тормозного. И вот так вот работала колодка, видите? То есть, грубо говоря, наполовину она работала. Но так были поменены диски в Америке, так автомобиль приехал именно оттуда. Соответственно, вот вылечили, поставили нормальные колодки. Новые поставили нормальные диски. Новые вот как бы все отремонтировали. Ну, такие дела.